Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. По такому принципу выстраивает сегодня работа приюта для содержания бездомных животных. Действующий федеральный закон требует гуманного отношения к животным. В республике работа в этом направлении уже ведется. Глава республики Олег Николаев в рамках рабочей поездки в Чебоксарский район ознакомился со строительством пункта временной передержки бездомных животных. Он расположится на базе госветслужбы Чувашия в Кугесях. Десять дней карантина, затем лечение, стерилизация, прививка от бешенства. После операционный и революционный период и другие ветеринарные мероприятия собаки будут пережидать здесь. Временным убежищем станет центр на базе Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных. Кроме него будут и другие, постоянно действующие. Вопрос ответственного обращения с животными в связи с вступлением силы этого закона. Существует острая нехватка приютов для животных без владельцев. По городу Чебоксара готовится проектно-сменная документация. К концу мая должна быть уже пройти экспертизу. По городу Шумерли подготовлен земельный участок администрации города Шумерли. И ведутся расчеты по подготовке проектно-сменной документации. С начала года участились случаи нападения бродячих собак. Обеспечение безопасности людей – вторая причина, по которой строительство приютов необходимо ускорить. Подготовить эти помещения для организации лечебного кабинета, операционной, послеоперационного содержания, а также карантинное помещение, ну и также вольеры для содержания животных в период нахождения в приюте. Сейчас вместимость приюта обеспечена на 15 голов. При финансировании из бюджета планируем довести вместимость общую до 150 голов. Работа в этом направлении должна быть системной и последовательной, отметил руководитель региона. Временный приют будет принимать собак до того, как введут в эксплуатацию постоянно действующие. Работы по строительству начаты еще в прошлом году, но для их завершения потребуется еще 8 миллионов рублей. Очевидно, это достаточно сложная работа. Эту работу должны организовать муниципалитеты. И для такой работы у муниципалитетов, конечно же, нет ни денег, ни возможностей. Поэтому нами было принято решение организовать несколько межрайонных центров переодержки животных. Конечно же, мы эту работу в кратчайшие сроки реализуем и на это выделим в ближайшее время 8 миллионов рублей, которые необходимы для завершения работы. Специалисты рассчитали, что получить лечение и стерилизацию с последующим чипированием во временном приюте могут более 3000 животных в год. Именно такое количество четвероногих в Чебоксарском районе считаются бездомными. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!